Но фактически в такой телене водяной пыли Ализи не видит, кто за ней. Потому что сразу же за его автомобилем поднимает шлейф пыли и не всегда можно определить, есть за ним платной преследователь или нет. Хотя местами это удается увидеть, но это при очень строгой концентрации внимания на зеркалах, что сейчас крайне сложно сделать. Я согласен с тобой, абсолютно. Ты как гонщик прав. Единственное, ты о чем забыл, что не существует связи бокс-машина. Поэтому он только может это увидеть. Когда вот две попытки все-таки почти практически предпринимал Мансел, здесь уже не увидеть он не мог. А потом, как гонщик, знаешь, кожа чувствует опасность, как говорили, спортсмены. И Ализи прекрасно знает, что по зале него этот британский волк, который придушит любого щенка, если нужно. Так волк или лев? Волк, я считаю, лев, но изрядно одрехлевший. Все-таки изрядно одрехлевший. Хотя способный показать зубы, особенно в таких ситуациях, которые требуют максимальной выдержки. И главное вот такого опыта. Ты действительно очень грамотно подчеркнул все те достоинства, которые есть в опыте Мансела именно в выборе траектории движения. И самое главное в том, как он настойчиво пытается, пытается, пытается достать и пойти. Хотя, вот посмотри, вот сейчас сможет. Нет, Феррари, мотор Феррари мощен. Вы слышите по звуку. И снова из мешка пытается выскочить, и не получается. И как отбрасывает поток его из него. Это не поток, это начало торможения. Дело в том, что вне колеи практически невозможно остановить автомобиль с такой большой скоростью. То есть Мансел делает все абсолютно грамотно, едет очень толково и аккуратно. Что на него не похоже, но вообще ветерану этих гонок, конечно, совершать аварии.